Всем привет! Сегодня буду готовить паштет из куриной печени. Я красиво его оформлю, потому что собираюсь подавать на праздничный стол. Что мне для этого понадобится? У меня есть куриная печень, 500 грамм, 1 морковка, 1 лук, 150 грамм сливочного масла, 1 чайная ложка мускатного ореха, соль, перец и подсолнечное масло. Давайте готовим! На разогретую сковороду я наливаю подсолнечное масло. Теперь буду обжаривать печень. Я не резала ее мелкими кусочками, просто каждую разделила на 2 части. Пока обжаривается печень, я нарежу морковку и лук полукольцами. Печень уже обжаривается у меня около 5 минут, теперь я могу ее посолить и поперчить. Уже пустила сок и перчика немножко молотал. А теперь я переношу к печени нарезанную морковку и лук. Хорошенько перемешиваю. И сейчас накрою крышкой и буду обжаривать еще в течение минут 10. Ну, как бы не обжаривать, а больше она будет как бы тушиться. С морковкой и с луком до мягкости. Прошло 10 минут, печень готова. Посмотрите, главное в приготовлении паштета, чтобы вот остался вот этот сок. Потому что если вы ее перетушите, пережарите, будет одна печень сухая. И для паштета это плохо. Он будет такой очень сухой, вам будет тяжело его просто взбить. Все, теперь я переношу его в миску, в которой буду взбивать с помощью блендера. И сюда добавляю 100 грамм сливочного масла. У меня здесь 150 грамм, но 50 мне еще понадобится. Остальные 100 я добавляю сюда. Сейчас масло немножко подтает. И сюда же добавляю 1 чайную ложечку мускатного ореха. Мускатный орех хорошо сочетается с печенью и для паштета это то, что надо. Теперь буду взбивать паштет с помощью погружного блендера. Но можно сделать и с помощью мясорубки, но тогда структура у паштета будет более зернистая. Мне больше нравится, когда блендером, тогда получается он такой нежный. Посмотрите, после взбивания блендером получилась вот такая однородная масса. Она уже остыла. Теперь что я делаю? Я расстелила кусок пищевой пленки. Я буду выкладывать паштет на пленку. Теперь я беру масло. У меня здесь 50 грамм масла. Оно стояло в холодильнике. Надо, чтобы оно было твердое, такое замерзшее. Чтобы можно было его... Ну, чтобы было удобно разрезать на такие полосочки. И буду сейчас заворачивать это масло в паштет. Теперь с помощью пленки формирую такую колбаску из паштета. Масло получится внутри. Все, по бокам завязываем пленочку. Немножко прокатать, чтобы получилась такая ровненькая колбаска. Теперь переношу на ровную поверхность, на дощечку. И отправлю сейчас эту колбаску в холодильник. Часа на два нужно, чтобы паштет хорошо застыл. Прошло два часа, и мой вкусный и нежный паштет готов. Я его сейчас освобожу от пленки и буду красиво нарезать. Получилась вот такая красивая праздничная закуска. Приготовьте такую на праздник. Спасибо, что смотрели это видео. Если оно понравилось, вам ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok